Село Ершово, местный культурный центр. С жителями встречаются топ-менеджеры Мособлгаза. Аркадий Олегович, житель СНТ Чайка, зимой платит по 45 тысяч рублей за отопление электричеством. Хотелось бы получать газ, но его товарищество не входит в какой-либо населенный пункт и потому не попадает в программу соцгазификации. А в частном порядке протянуть газопровод до товарищества стоит 35 миллионов рублей. Неподъемные деньги. Я хочу задать вопрос, что делать жителям СНТ, чем они отличаются от жителей населенных пунктов, почему они урезаны в своих правах и есть ли какие-то пути решения. Мужчина выслушивает начальник смертно-договорного отдела Евгений Фомин. Ситуация достаточно распространенная, но надо узнать все детали и нюансы и может быть найдется возможность снизить стоимость газификации. Давайте следующим образом поступим. Я координаты свои оставлю. Мы либо встретимся с вами, либо вы подъедете, либо мы подъездим, когда вам удобно, какое-то время. И, соответственно, проведем какие-то там агитационные мероприятия с жителями, с вашими учреждениями. Пишите мой телефон, мобильный. Всего на встречу с газовиками записалось почти два десятка человек. Доступность газа – важное социальное благо. Подобные встречи с людьми руководство МОС «Ублгаза» проводит почти каждый месяц по всему Подмосковью. Генеральный директор Игорь Баранов придает значение деталям. Общаться с людьми вышел в фирменной спецовке. Объяснил, что льготное подведение газа идет по двум программам. По губернаторской – в новые населенные пункты. И по президентской – до газификации соответствующих поселений. Мы получаем также много обращений от жителей СНТ, которые находятся не в границах газифицированных населенных пунктов. На текущий момент проект до газификации на них не распространяется. И, по всей видимости, это будет следующее расширение программы. Одинцовский округ – один из муниципалитетов, получивших самое большое финансирование по программам газификации. И хотя прямо сейчас Аркадий Олегович свой вопрос не решил, но личное знакомство с одним из руководителей МОС «Ублгаза» тоже чего-то стоит. Ну, наверное, какой-то определенный успех есть, потому что мы обменялись телефонами, познакомились напрямую с достаточно высоким уровнем руководителя МОС «Ублгаза». Надеюсь, мы до чего-то договоримся. Тимур Гайсин, Илья Павлов, Село Иршово, телекомпания Одинцова.